Всем привет! Короче, вторая часть видео про объектив Helios 81N. Кто не видел первой части, коротко скажу, дали мне она потестить. Объектив советский с байонетом N, ну то есть с байонетом F, никоновским байонетом, полтинничек светосильный 2.0, называется Helios 81N, тем более он еще тут версия MS с мультипросветлением. Сделан этот объектив с применением стекол с добавкой лантана, то есть лантановые стекла, то есть сверхтяжелые кроны, так называемые, что, ну, в теории должно повысить качество, оптическое качество стекла в несколько раз. Ну, на самом деле, как пишут источники, в полтора раза. Ну, короче, типа, на улице что-то опять сверлят, стройка задолбала. Ну, короче, типа, крутой такой весь объектив должен быть и так далее. Ну, вот я с ним походил, погулял немного, поснимал там-сям. Не скажу, что сильно прям плотно на него снимал, на этот объектив, потому что все-таки он мануальный, а лично мне, лично мне по какой-то совершенно невнятной причине очень нелегко фокусироваться на широкоугольные и нормальные объективы. Мне проще почему-то руками на телевики, то есть на какие-нибудь там, ну, умеренные телевики или даже настоящие телевики. Мне как-то на глаз почему-то проще попадать в фокус, нежели когда используется более короткофокусная оптика, с ней у меня какие-то проблемы всегда. Вот. И здесь тоже как бы наводишься, наводишься, вроде попал в фокус, потом сомнения начинаются, начинаешь дальше лозить, то есть искать его. Модель начинает уже уставать, зевать, отворачиваться и проявлять всякое свое недовольство. Поэтому, по большому счету, конечно же, съемку вел не на него, а на проверенные автофокусные всякие там стекла. Вот последний раз, когда гулял в субботу. Вот. Ну, что про него могу сказать? Да, он резкий. Он, в принципе, если попадешь в фокус, если повезет и прям точнехонько на него попал, он резкий там, где реснички, там всякие поры кожи, все это он, прям видно, что он резкий. При этом бакешка у него есть, то есть он как-то достаточно резко отрывает передний-задний план. Как-то у него это получается, фиг знает как. Или я так снимал. Ну, в принципе, я и снимал в тех условиях, где вот модель, и где-то что-то за ней начиналось достаточно далеко, поэтому создавалось ощущение, что она как будто вклеена в кадр. Поснимал также всякие веточки, цветочки, лепесточки. Ну, короче, всякую фигню там. Кошек, собак не снимал, потому что своих нету. А по улице гоняться вот с этим объективом за кошками и собаками, ну, как-то совсем не Камильфо, они вообще ждать не будут, они сразу убегут. Вот. Что могу по нему сказать? Объектив мне не то чтобы прям понравился сильно, но и не вызвал никаких неприятных чувств. Плюсы его и достоинства. То, что он весь стеклянный, железный, настоящий. То, что он резкий с открытой, без сомнений. То есть можно именно использовать открытую диафрагму, чтобы красиво размывать задний план. Сделан по планароподобной схеме. То есть в целом у него приятный рисунок. Но Баке, ну опять-таки с чем сравнивать? Я-то сравнивал его с чем? Я его нифига себе. Я его сравнивал с 35 1.4. Я его сравнивал с полтинником 1.4 сигмовскими. Тут он, честно сказать, мне все-таки полтос, сигмовский полтос 1.4 мне понравился больше. Он как-то, ну опять-таки я сравнивал его полтос на 1.4 снимал, а этот на 2.0. Ну понятно, что там Баке такое более маслянистое, а здесь оно более четко выраженное, более такое это. Но с другой стороны, если бы я был совсем без какого-либо стекла, и волей случаев был бы у меня не Canon, а Nikon, и мне тут совершенно где-то из чулана прикатился бы этот объектив, то не сомневайтесь, у кого такая ситуация. Берите смело, объектив вас не разочарует. Опять-таки я в первой части говорил, что несмотря на то, что он Гелиос, он не совсем такой Гелиос, как 44, поэтому это подтвердилось, он нифига не крутит. Ну, я по крайней мере не увидел, я снимал кусты, я снимал модель в кустах, я снимал кусты без модели, я снимал листочки, я снимал лепесточки, я снимал всякую дичь, и, you know, он не крутит. Ну или по крайней мере, я даже, я даже увидел то, что крутит Caton 135.2.0, я даже в его кадрах, ну то есть, снимал модель, девчонку в одних и тех же условиях, где и этот пытался тестить, и другие объективы там применял с разными фокусными. Даже на каком-то кадре мне показалось, даже что 135-й вот, вот в этом месте, он там где-то с угла кадра как будто бы крутанул. А, блин, этот Гелиос, что-то я не увидел в нем такого. Хорошо это или плохо, но, думаю, это чистая вкусовщина, сами понимаете, кто-то прется вот от этого, чтобы вот так вот все крутилось, вертелось, и вместе с ней крутилась, вертелась голова. Кому-то вот это вот нахрен не надо, ему надо, чтобы все было красиво и масляно, размыто. Тут, как говорится, дело вкуса, на вкус и цвет. По поводу чего еще оптический, он, кстати, неплох. Да, вот он не крутит, он почти не виньетирует на открытый, ну, по крайней мере, такого дичи, как на Гелиосах 44-х, такой дичи, как на Сигме 1.4, которая виньетирует достаточно так существенно. То есть снимаешь, прям видно такая темнота по краям и по углам поперла. На этом на открытый нету. Кстати, не заметил я хроматических аберраций. Не то, чтобы я специальных искал или создавал условия, в которых они должны появиться, но долгое время снимая на тот же 85-1.8 Canon, я уже привык к тому, что хроматика может полезть даже в тех местах, в которых ее никогда не ожидаешь увидеть, а тут она раз и появилась. То здесь скорее картина обратная. Там, где я бы ожидал увидеть хроматические аберрации на различных границах контраста светлого и темного, я их не увидел. То есть, видимо, неплохо исправлены, либо, может быть, тот самый лантан волшебный не дает этому стеклу хроматить. Хрен его знает. Короче, какое резюме? Ну, неоднозначные выводы. Я не скажу, что этот объектив я бы прям вот взял бы и захотел иметь в своей копилке, как, например, тот самый Jupiter 37A, который, несмотря на то, что у меня сейчас есть Canon 135 2.0, Jupiter 37A 135 3.5, я все равно никуда не дену. И этот объектив, он по-своему уникален. Он дает какую-то иногда прикольную картинку, немного другую, чем Canon, но я не скажу, что она прям хуже. И он действительно классный объектив. Это 135-ка, это прям 37A. Это тот объектив, который без сомнений прям клевый во всем. То с этим объективом я такого не скажу. Я скажу так, он неплохой, он качественный, но вот не хватает в нем, знаете, вот как бы сказать, какой-то изюминки, что ли. Вот какого-то вот такого. Вот в гелиусах в 44-х и в 40-м вот эта изюминка есть. Вот это вот подкручивание. В Юпитере 37-м эта изюминка есть. Это вот цвета, контраст вот этот вот юпитеровский, который в принципе он на уровне Эльки, 37-й Юпитер. Ну, как мне кажется, он прям клевый. Резкость вот эта егошняя, какая-то вот, не знаю, пластичность боке при этом. То, я не знаю, если там посмотрите картинки со всяких вот этих вот мейер-оптиковских, так называемых там триапланов, то увидите, какой он там в боке. Он там тоже какие-то чудеса творит там с бликами там охрененными. Да, и то вот в этом объективе я ничего подобного как бы не заметил. Он просто хороший, качественный объектив с какой-то выверенной качественной картинкой и по резкости, и по винетированию, и по всем вот этим характеристикам видно, что его постарались сделать максимально без всяких вот этих вот изюминок. И вот в итоге рисунок у него такой вот правильный, но какой-то, не знаю, какой-то немного скучный. Ожидаешь от советской оптики какого-то такого вот винтажного налета, чтобы какой-нибудь косячок у него был или там что-нибудь там вот как-то он такое-то изображение как-то формировал с каким-то характерным для этого объектива рисунком. Но здесь я не знаю, то есть я бы не узнал рисунок вот этого объектива среди каких-то прочих. Возможно, я бы его просто не узнал. То есть если гелю 40 можно узнать безошибочно, то вот этот объектив вы... Ну и 44 в принципе можно узнать. Если сказать, что среди этих кадров есть там снятые на 44, снятые там, мы предположим, на Canon 51.8, то я думаю, вы безошибочно также найдете 44. То есть есть у него там свои штрешки в рисунке. То здесь я этого не увидел. А так объектив очень качественно сделан, очень клевенький. Но, опять-таки, я бы рекомендовал его а, не канистам и б, те, кто хочет полтинник светосильный, при этом не хочет тратить деньги больше, чем там 3-4 тысячи рублей. В общем-то, сколько этот объектив и стоит. И этот объектив, как мне сказали люди, в комментариях под первым видео надо выбирать. То есть брать его и смотреть, чтобы там не было всяких там факинг пузырей, чтобы не было всяких других дефектов. И лучше выбирать версию с мультипросветлением. Я так понял, что она децил, но получше. Ну все, там потом за видео сейчас начнется традиционно всякие карточки, сделанные на этот объектив без претензий на художественность и какое-либо творчество. Просто фоточки с него и вы уже сами посмотрите, стоит вообще это стекло чего-то или нет. А так, спасибо за просмотр. Всем пока. А, да, ну как пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да хрен с ним, дизлайки тоже можете ставить, колокольчики там нажимайте. Я не знаю, что там надо говорить, но короче, вот это все проделайте, чтобы еще раз увидеть мою рожу при случае. Все, бай. Упс, небольшая врезка. Совсем забыл добавить-то. Я применял блендочку, то есть у меня есть бленда резьбовая металлическая, и я ее туда вкрутехал. Диаметр, я не помню, 52 миллиметра вот сюда подходит. Бленда вот такая, смотрите, какой он красавчик становится. Вот, бленду рекомендую, почему? Потому что я вообще всегда бленду рекомендую для всякого пожарного случая, и для поднятия контраста, настроения, и заодно на линзу. Я снимал-то в пасмурный день, ну, модель, а дождик накрапывал, чтобы на линзу лишние капли не попадали, вот этот козырек тоже спасает. Вот, не только бленда спасает от снижения контраста, но еще и от того, чтобы сверху всякое говнище на линзу не попадало. Все, вставка закончена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok